Женя уже пробовал. Женя попробовал, а ты не болен с галпами, все хорошо. Да, я вас буду снимать сейчас, это не больно. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Сергей. Зачем я вас прошу представиться, чтобы титры рукой не писать? Понятно, понятно. Я ориентир, на самом деле. Ну, расскажите вообще, что на денежном рынке? Что нас ждет с облигами? Ну, ситуация сейчас достаточно спокойная. Деньги достаточно дешевые. Сегодня деньги стоят на уровне 5%, алипо на уровне 5,5%. Это говорит о том, что ликвидность есть на рынке, то есть вроде бы все хорошо, но мое предположение, что наверняка это все-таки обыкновенная эйфория, которая у нас уже достаточно давно длится. Потому что пару дней назад закончился рост облигаций, начали превалировать непосредственно продажи. И вчерашний аукцион Минфина показал, что аппетиты на риск инвесторов не такой уж и большой, потому что Минфин смог разместить только половину от предполагаемого объема, причем по верхней границе доходности своей, которую он выставлял. Что мы ждем? Мы ждем налоговых выплат. Налоговый период начинается на следующей неделе. Я думаю, что ставочки немножко подрастут незначительно. Пол процента, скорее всего, где-то мы, наверное, посмотрим повышение ставок. Ну и все, и будем смотреть дальше. Пока прогнозы такие же негативные. Нефть безумно дорогая. Доллар все долго тестирует 32 рубля за доллар. Пока не получается пробить. Но мы уже третью-четвертую, наверное, сессию на пограничных уровнях торгуемся. Я думаю, что если мы пробьем, то следующий уже уровень будет 33. Как-то так. А каких долгосрочных прогнозов есть? Долгосрочных прогнозов нету, потому что мы, и не только мы, но и, наверное, весь рынок ожидал август тяжелым достаточно, с такими серьезными всплесками вниз, то есть с глубокой коррекцией, но мы это не увидели. Постал, что на эти две недельки торговать? Ну, мы пока не ждем таких, скажем, жесткого пролива вниз, потому что пока денег на рынке очень много. А как так получается? Почему Америка на хаях, там четырехлетний максимум, там немцы тоже, а мы на позитив не реагируем, на нефть не реагируем? Это что, дело магнийского или что-то еще? Или просто эти бабки не выделили на Россию? Забыли? Ну, ты мне что, почему наши индексы так-так-так-так? Да-да, почему мы в таком болоте? Мне кажется, наши индексы перекуплены сейчас, поэтому вряд ли, я думаю, что есть какой-то потенциал роста, то есть есть риск, есть риск ослабления рубля достаточно большой. И весь этот рост, он, ну, у нас он особенно спекулятивный, да, поэтому я думаю, что просто инвесторы не верят, что будет еще какой-то рост. Все ждали, там, тысячи, там, тысячи пятьсот пробития, то есть, в принципе, то есть можно уже будет, там, лонгить как-то, покупаться, но ждали-то ждали, а уверенности все-таки у инвесторов нет. На этих уровнях сразу видно по рынку, что все начинают активно шортить. То есть вы намекаете, что у нас много шортов? Я прочел, что, например, в Фейсбуке количество шортов вылезло полтора раза за месяц. Ну, шортов немало, но рынок очень успешно шортистов выбивает из игры. То есть по одной, там, двумя красивыми свечками выбивает стопы и потом опять уходит на те уровни. Поэтому шортистам сейчас тяжело, а, скажем так, быкам сейчас страшно. А у вас есть какие-то позиции сейчас? Позиция по доллару. Какая? Цена или что? Ну да, когда ваш день? Ну, заходили выше 32. Потом сработали стопы, потом пошел заход ниже 32. Как мы рассчитывали, очень сильный уровень поддержки 31.50. То есть, в принципе, этот уровень можно было наращивать позицию. А сейчас что ждете? Сейчас мы ждем укрепление доллара, само собой. Небольшую просадку по индексам. Я про индексы обожаю говорить. Просадка это 7% с куста или 5% с куста? Ну, я думаю, что мы будем... Резкого падения не будет, мы будем, наверное, по чуть-чуть, по чуть-чуть, наверное, отходить вниз. То есть, пока нефть такая дорогая и пока она не начнет снижаться, я думаю, что индексы очень сильного резкого падения, наверное, не покажут. Как только нефть немножко начнет ослабевать свою позицию, хотя вчера она показала 116 долларов за баррель, выстрелила и обратно откатилась на этот же уровень, на котором мы торговались уже там последние несколько торговых сессий. Поэтому мы ждем, ну, самое основное, ждем дорожание денег в налоговый период, значит, низкую активность на рынке облигаций, где будут превалировать продажи, наверное, скорее всего опять будем видеть активность только какой-то в ОФЗ, то есть в современном долге, ну и все, собственно. Собственно, спасибо. Не за что.